Друзья, всем огромный привет! И сегодня я к вам с похвастушками. А похвастаться я хотела бы вам своим подарочком, который приехал мне на новогодние праздники из города Саранска от моей горячо любимой подруги, обожаемой моей Верочки. Кто с ней не знаком, знакомьтесь. Канал её называется Вера22Виктория. Верочка, как настоящая фея, на новогоднее волшебство исполнила три моих желания. Плюс ко всему, естественно, она не могла пройти мимо моей семьи, и моя семья без подарков также не осталась. И давайте же я вам покажу, что мне прислала Вера. Моё первое желание было иметь вот такую вот троечку. Это гель для душа, лосьон для тела и спрей для тела, сладкая слива и ваниль. Буквально в декабрьских баночках я вам показывала, что у меня закончился спрей сладкой сливы и ваниль, и мне просто негде мне его взять, и Вера балует меня. Спасибо тебе, моя хорошая, она мне прислала всю троечку. Спасибо, спасибо, я очень довольна, я очень рада. И хотя вы знаете, посылка пришла действительно на новогодние праздники, ближе к старому Новому году, вот это ощущение праздника и подарка до сих пор остаётся. И сейчас, рассказывая вам по хвостушках о том, что мне прислала Вера, у меня улыбка просто не сходит с лица. Как всегда я заговариваюсь, опять я нервничаю. Второе моё желание было иметь вот такой набор. Это спрей для тела, пленительная ежевика и ваниль. И лосьон для тела, пряная корица и ваниль. Рано убрала, ещё не сказала. Потрясающий, нежный, такой чувственный аромат, мне так понравилось, я даже не ожидала. Я думала, будет здесь очень приторная ежевика, но нет, она настолько приятная, такая нежная. Вера, спасибо тебе большое, пока положу в запас, но обещаю, буду пользоваться. Что касается лосьона, пряная корица и ваниль, да и с эффектом мерцания. Я думаю, боже, я буду сверкать, я буду намазывать на себя эти блестючки. Те, кто меня смотрит, знают, что есть у меня такая тайная страсть, которую раньше я всегда скрывала. Но нравится мне. Плюс ко всему, ароматы, думаю, боже, это точно всё моё. По поводу аромата, я не услышала здесь, конечно, ни корицы, ни ваниля. Аромат пломбира. Очень вкусный аромат пломбира. Мне напомнило, напомнил этот аромат. Ой, в подружке продаётся серия Баттерапи с пломбиром. Раньше продавала, сейчас уже давно не видела. Один в один аромат. Кто знаком, те меня поймут. Потрясающе просто. Плюс ко всему, эффект мерцания, но, конечно, повторяюсь, как же я без блестючек. Мне очень нравится. Я слышала о том, что пачкает одежду. Друзья, я провела эксперимент. Конечно, я понимаю, что у меня кожа на теле сухая, и она съедает всё, даже масло. Ну, правда, не пачкает одежду. У меня не пачкает. Я принципиально провела эксперимент. Впитывается классно, блестит деликатно. В общем, я очень довольна. Вера, спасибо тебе огромное. И третье моё желание – это иметь вот такой гель для душа. Это линейка Сенсус, витаминная коллекция. Малина, яблоко и чёрная сморозина. Как же о нём Вера рассказывала вкусно. Я сидела и слюну углотала. И Верочка мне прислала. Я настолько счастлива, что он у меня есть. Это действительно какой-то взрыв фруктов и ягод в одном флаконе. Действительно потрясающий аромат. Гель для душа от Сенсус я люблю. Да и вообще Эйвен я люблю. Так что моя фея меня порадовала на тысячу процентов. Но, конечно же, она не могла обойти меня ещё какими-то отдельно презентиками. И посмотрите, что мне она прислала. Я даже об этом мечтать не могла. Это пена для ванны и гель для душа с ароматом сливы и ваниль. Вот такой симпатичный пингвинёнок. Друзья, я даже стесняюсь вам сказать, когда последний раз я использовала пену для ванны от Эйвена. Я так смотрю, порой пустые баночки. Так хочется. Но опять же сейчас кто-то скажет, ну зарегистрируйся, найди там консультанта. Ну, регистрироваться я не хочу. Консультанта искать. Ну, я не буду заниматься поисками, вот этими танцами с бубнами. Мне просто не хочется. Кто-то скажет, значит не так сильно хочешь. Очень сильно хочу. Но танцы с бубнами я просто не люблю. Поэтому я с удовольствием буду его использовать. Мне очень хочется. Я так соскучилась по этой шапке пены. Я помню, что пены для ванны от Эйвена это огромная шапка пены и потрясающий бомбический аромат на всю квартиру. Поэтому, Верочка, спасибо тебе и за этого милого пингвинёнка, и особенно за его наполнение. Мне он очень понравился и внешний, и аромат. Но хочу отметить, что, например, если взять вот здесь слива и ваниль, и вот здесь слива и ваниль, они совершенно разные. Но здесь потрясающий, и здесь точно такой же потрясающий, правда, немножко с другим подтоном аромата. Если можно так сказать, я так выскажусь. Также Верочка мне прислала сладкое ваниль, расслабляющее средство для ножных ванночек с тростниковым сахаром. Никогда у меня ничего подобного не было. Нет, обманываю, когда-то было с лавандой, но это было, я не знаю, лет сколько до нашей эры, честно говоря. 100 мл объём, потрясающий аромат ванили, просто потрясающий. Я уже заглянула вовнутрь, я думала почему-то, что это жидкое средство, а это нет, это густое, прям такое средство. Буду пользоваться с удовольствием. Аромат потрясающий. В общем, я буду вся в ваниле и купаться, и ножки свои баловать, и тело свое баловать. Так что, Верочка, я очень тебе благодарна. Спасибо, спасибо тебе огромное. Юрия, она прислала вот такое вот комплексное средство для лица 2 в 1, бальзам после бритья и увлажняющий крем, мягкий уход от линейки Avon Man. 100 мл объём, такая симпатяшка, такой маленький, такой компактненький. И что вы думаете, вот сколько я живу с мужем, никогда он у меня не пользовался ни лосьонами после бритья, ни бальзамами, ни одеколонами, то есть никогда. Здесь приходит посылка, я раскрываю, я говорю, Юр, тебе Вера вот прислала. Ну, конечно, Вера, тебе огромное-огромное спасибо от него, искренне просто обнимашки и поцелуи. Щёчку, чтобы Стас не заревновал. Друзья, вот как достали, он начал им пользоваться. Я говорю, Юр, ну а что ж ты молчал, что тебе может быть хочется какой-нибудь бальзам после бритья или лосьон? Он такой, Тань, говорит, ну не было, не было, а здесь есть, он говорит, мне так интересно им пользоваться. Сняла сейчас с полки, вот показываю и сразу же отнесу на полочку, потому что Юра пользуется с огромным удовольствием. Вот кто бы знал, честно говоря, вот сколько лет мы живем, да я вам даже скажу, сколько лет мы знакомы уже, ну скоро к 25 годам. Да-да-да, в этом году 25 лет, как мы с ним вообще вместе общаемся, дружим, ну не важно, там живем, женаты. 25 лет будет, я за 25 лет ни разу не видела, чтобы он чем-то мазался после бритья. Вот такой вот получается коллапс, мягко говоря. Поэтому, Вер, спасибо тебе огромное от Юры. Также Верочка мне прислала, к сожалению, Почта России, как всегда, не уважает посылки, которые люди шлют друг другу, прыгали что ли на этом средстве. Это крем для области вокруг, простите, глаз с черной икрой. Конечно же, коробочку я выброшу, такого средства никогда у меня не было, я с ним абсолютно не знакома, я его протестировала, потому что иногда некоторые средства для области вокруг глаз у меня вызывают жуткую аллергию и даже блефорит. Абсолютно ничего, никаких проблем не вызвало, симпатичного такого, оно сиреневого цвета, кстати, меня это очень сильно удивило. Вот такой сиреневый, перламутровый, розовый, как сказать, очень приятный аромат, быстро впитывается, и никаких проблем. Поэтому пользоваться буду с превеликим удовольствием, спасибо, моя хорошая. Следующее средство, которое я увидела в посылке, меня просто повергло в шок, опять у меня эти заикания начинаются. Посмотрите, что мне прислала Вера. Это помада от линейки люкс. Никогда у меня данного продукта не было, не было. Сейчас я вам ее покажу. Посмотрите, какая красота. Все зеркалит, немножко вот так буду вам показывать. Потрясающе! Она такая красивая, вот ее хочется в руках держать, это настолько дорого, богато. Никогда не пользовалась ничем из линейки люкс. Вера мне предоставила такую возможность. Вера, огромное, огромное тебе спасибо. Сейчас я вам покажу цвет. Вот такой вот цвет. Уже, конечно же, ей попользовались. Очень симпатичный, идеально просто подходит мне. Но мой золотой ребенок подошел и сказал, мама, с такой помадой мне нужно обязательно появиться в школе. Поэтому я думаю, что эта помада уйдет к Соне, но я думаю, что все равно будем с ней делить по-другому, но просто быть не может. Либо делить, либо никак. Так что я ей сразу предупредила. Вера, спасибо тебе большое. Честно, я просто в шоке, просто в шоке. Также Верочка прислала лак для ногтей. Честно говоря, я подумала изначально, что это может быть какое-то лечебное покрытие. Нет, это лак для ногтей. Верочка мне посоветовала, что можно на этом лаке делать либо какие-то рисунки, либо стемпинг. А вообще на этот лак хорошо даже будет ложиться вот эти вот переводилки, наклейки на ногти. Поэтому с удовольствием будем пользоваться. Оформление бутылочки просто потрясающее. Посмотрите, это как алмазная грань какая-то. Очень красивая. У Сони со столика стянула уже. Вот все уходит сразу, просто все уходит сразу. Немножко камеру подвину. Далее. Вот такой вот симпатичный мешочек. Смотрите, кстати, пряжа мягкая до безумия. И в этом мешочке лежал пробничек помады. Линейка Марк. Ой, зеркалит как сильно. Наверное, вот так вот тон называется. Ньют какой-то. Ньют. Фокус. Вот так. Может быть так, если я не ошибаюсь. Но на эту помаду уже глаз положила моя сестра, потому что это ее оттенки. Она говорит, Таня, ну хоть если ты его не отдашь, честно, не отдам, не хочу ей отдавать. Она говорит, ну хоть пару раз помазаться дай. Вот помазаться дам. Поэтому, Вер, видишь, все сразу бегут, все бегут, все сразу все забирают. И четыре пробничка туалетных водичек. Первый пробничек Иван Прайм. Дальше. Иван Пульс Мужской. Далее. Абсолют. И последний пробничек мужской Иван Пульс. Сразу забегаю вперед, скажу тебе, Вер, все пробнички ароматиков очень понравились. Два пробничка уже стянула с Юриной полочки. Ну что ж такое, сегодня никак у меня не получается нормально камеру навести. Далее, далее. Соняшке она прислала вот такой вот симпатичный блокнотик. Я ей сказала, я говорю, ты можешь положить его к себе на стол. Я говорю, но рисовать в нем даже и писать ничего не вздумай. Вот такой вот он в клеточку с такой симпатичной пироженкой. Класс, класс, класс. От Сони отдельно тебе спасибо за канцелярию. Как только ты ее балуешь. Далее. Вот такая вот огромная открытка. Здесь пробничек сыворотки-заполнителя Магия Гиалурона. Разные отзывы слышала. Хочу попробовать. Интересно, как это средство будет работать на моих волосах. Но открытку, конечно, они сделали сногсшибательно. Просто. Единственное, что мне здесь очень понравилось, в этой открытке такой огромной, что здесь есть какие серии. Для меня, например, не знатока Эйвона. Есть какие серии. Посмотрите. То есть вообще все расписано, что чего. Вот это мне понравилось. Это действительно очень познавательно. Посмотрите, как здорово. Кто не видел, например, как я, кто как в танке живет. Поэтому, Вера, огромное тебе спасибо. Я обязательно попробую. И потом расскажу в пустых баночках, что это из себя представляет. Ну и напоследок, самую красоту. Посмотрите, какая открытка. Просто потрясающая. Я вот не знаю, как мне вот так поставлю, чтобы не отсвечивала. Это очень красивая открытка. Конечно же, она отправится в мою коробочку с воспоминаниями. Здесь добрые слова. Единственное, что могу сказать, из того, что написано на обороте, это Вера подписала. Она говорит, Тань говорит, ну, это как будто я вашу семью нарисовала. Конечно же, мы с ней посмеялись. Нет, Соня меня здесь устраивает полностью. И я такая здесь красивая. И елочка у нас такая замечательная. Не то, что наша старушечка, которая стоит. Еще, кстати, до сих пор надо будет собирать уже завтра. Но какого она Юру себе представляла? Здесь уже просто мы смеялись всей семьей. Потому что я ей сказала, я говорю, у меня игру Юра. Я говорю, мы с ним приблизительно одного роста. Он буквально немножко меня повыше. Так что фотография, конечно, она отфотошопила. Вот такой вот черный юмор получился. Нет, здорово, классно. Отправиться действительно с воспоминаниями в коробочку мою любимую. И я оставлю это на всю жизнь. Мне очень приятно. Конечно, это просто потрясающе. Вот такой вот у меня подарочек от Верочки. Приехал на новогодние праздники к Новому году. Вер, огромное тебе спасибо за то, что ты делаешь для меня, для моей семьи. Для нас это действительно очень ценно. А больше всего, конечно, мне ценно твое отношение ко мне и наша дружба. И я просто благодарю Бога и Ютуб, что я встретила тебя и то, что мы с тобой общаемся. Хотя живем довольно-таки далеко друг от друга. Но я уверена, все равно мы с тобой когда-нибудь встретимся. Все, друзья, заканчиваю я снимать видео. Надеюсь, вы со мной так же порадовались, как и я рада. Спасибо всем огромное за внимание. Всем пока-пока.